Доброе утро! С вами Мария Сухова с целым саквояжем впечатлений. Впечатлений от незабываемого путешествия в Грецию. Дело в том, что мы отправились на греческий остров Тасос с большой командой игроков, любителей увлекательной интеллектуальной игры. И вот, что из этого получилось. Игра испокон века является для всех нас способом общения, обучения, времяпрепровождения. В древности игры, конечно, основывались на силе и ловкости. Ведь надо было показать своим соплеменникам, как ты хорош на войне или на охоте. Но со временем оказалось, что для выживания нужны еще и хорошая память, и острый ум, и самое главное, умение применять свои знания практически. Так что игра – это не пустое развлечение. Любая игра учит, дает возможность пережить острые ощущения и захватывающие события, дает возможность проявить свои способности. А интеллектуальная игра особенно. Число любителей таких игр растет постоянно. Вот и на игру в Грецию отправилась большая компания – 90 человек. Итак, бессменный ведущий интеллектуальной игры, главный знаток страны – магистр Александр Друсь. Основа команды, ее, как говорится, цвет и сила – все сплошь знаменитости из Петербурга. Композитор Игорь Корнелюк, песни которого знает буквально наизусть вся страна. Экс-чемпион мира по боксу, среди профессионалов, в супертяжелом весе и очень обаятельный человек Николай Валуев. Сергей Прохоров – наш любимый ведущий праздничных мероприятий и шоу-программ и по совместительству директор Дома ученых Политехнического университета. Известные петербургские актеры Андрей Ургант, Борис Молкин – прекрасная певица, очаровательная женщина Лариса Луста. Афина – греческий темперамент северной столицы, так называют эту петербургскую певицу. Из московских гостей в игре участвовал режиссер и сценарист, руководитель творческого объединения «Яролаш» Борис Грачевский. И, конечно, еще были другие игроки – бизнесмены, предприниматели, люди творческих профессий. В греческом городе Кавала был организован первый тур игры. Все игроки распределились на 10 команд, причем одна из них была образована принимающей стороной. Состав греческой команды был высокого уровня. Мэр города Кавалы, мэр острова Тасос, вице-губернатор, крупный судовладелец, хозяин самого большого частного виноградника. Такое внимательное отношение и искренний интерес греков к нам и к нашей игре, согласитесь, очень приятный. Правила игры просты. После зачитывания вопроса всем командам дается одна минута на обдумывание, по истечении которой ответ записывается на карточку. А устные ответы на вопросы по очереди дает каждая команда. В первом туре победила команда Николая Валуева, но удовольствие от игры получили все участники. Продолжение игры решено было провести на острове Тасос. Здесь отдыхают любители природы, тишины и древности. Благословенное место, названное 3000 лет назад по имени сына финикийского царя. Дивная природа, мягкий климат, теплое и ласковое море. Перед решающим сражением надо отдохнуть и наших игроков пригласили в небольшой морской круиз. Просто вокруг острова. Мы любовались с кружевным побережьем, уютными пляжами, вековыми соснами, мраморными скалами и белоснежными чайками, которые вели себя, надо сказать, довольно бесцеремонно. Экипаж фарома проявил настоящее греческое гостеприимство. Впечатления действительно можно назвать неповторимыми, потому что купаться в открытом море таким образом вообще-то непозволительно. Для нас, как видите, сделали приятное исключение. Не каждой туристической группе вот так запросто опустят аппарель для массового купания в водах древнего Эгейского моря. Путешествие по суше оказалось не менее интересным. Живописные панорамы, завораживающие виды, многочисленные водопады. Теперь я понимаю туриста, который разместил на одном из форумов о Тасосе такие, прямо сказать, восторженные строки. Неземную красоту заказывали? Распишитесь в получении. Высоко в горах, среди скал и зеленого леса прячутся старинные деревушки. Белые домики, обилие цветов, непременные кафе, где по обыкновению за чашкой кофе сидят местные мужчины. Мне очень понравилась эта поездка в целом по многим причинам. Во-первых, потому что я крайне редко позволяю себе вообще куда-либо выезжать в силу дикой занятости. Во-вторых, оно так еще совпало очень хорошо. Я только что закончил огромную работу, большую и очень серьезную. И поэтому поехать отдохнуть, даже пусть на 4 дня, для меня это было очень приятно. Мне нравится все то, что тренирует как бы ум человеческий. И я люблю наблюдать за этими перепитиями этой игры, за этой страстью, за этим азартом. Мне очень нравится. В этом произведении Сапана, конечно, мы думаем, что для Сократа сгущались вот эти облака, эти у нас в Греции. Сократа. Мы дали абсолютно правильный ответ. Как вариант отдыха, не просто тупого лежания там на пляже. Чуть-чуть экскурсии, чуть-чуть пляжа, моря, а также интеллектуальные игры создают такой букет, незабываемый от этого отдыха, на самом деле, впечатление. Хоть он и короткий, очень, очень хороший такие, позитивный. Хочется повторить. Здесь надо действительно быстро думать, но все еще зависит от знаний, ну и некой смекалки все равно, потому что многие вопросы подразумевают вроде бы простые ответы, но на самом деле ответы лежат в другой плоскости, то есть они гораздо глубже. И мало того, что ты догадываешься об ответе, надо все-таки еще подумать, успеть о том, что, а правильно ли ты подумал. В нелегкой борьбе во втором туре интеллектуальной игры с Александром Друзим победила команда Николая Валуева. Все играли замечательно и с большим азартом, но кто-то всегда бывает чуть лучше, чуть впереди. Так что ура победителям! Не трудно догадаться, что находясь на греческой земле, поскольку за моей спиной, я знаю, развивается греческий флаг, сразу вспоминается знаменитая фраза из фильма «Свадьба», что в Греции все есть. И теперь я рад, что в Греции есть клуб интеллектуальных игр с Александром Друзим. И вообще, мне кажется, что когда ты выезжаешь в такой хорошей компании, неважно куда, даже просто в конце концов курортный район Санкт-Петербурга, все равно ты получаешь огромное удовольствие. Поэтому что, я не знаю, вот мне нравится само слово «игра». Удивительные красоты природа, древняя история, добрые и открытые люди. Греция – одна из немногих стран, о которых нельзя сказать ничего плохого. И если вам, так же как участникам интеллектуальной игры с Александром Друзим, удастся побывать там, то вы почувствуете себя по-настоящему счастливым человеком. С вами была программа «Саквояж впечатлений» или «Как там за границей». Встретимся после моего следующего путешествия. Пока! Стори-тур представляет Остров Тасос, Греция Экологический курорт Кристально чистые воды Немноголюдные песчаные пляжи Каштановые и сосновые рощи Уютные отели и семейные рестораны Тасос, ты мне нравишься Тасос, ты мне нравишься Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...